Привет! Я Хаги-Маги! Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд, а иначе я появлюсь за твоей спиной и съем тебя! Время пошло! Раз, два, три, четыре, пять! О, кто-то не успел! Обернись! Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышла новая анимация Детская горка против паровозика Томаса. Если вы еще не видели этот мультик, прямо сейчас же посмотрите, ссылочка в описании. О, смотри, смотри, сейчас гол забьет, давайте, давайте! Давай, давай, давай! Ай, опять пробахнулся! Ну как они так играют, а? Они такие кривоногие в нашей команде! Да, криворукие, кривоногие! Ты вратаря нашего видел, Бриксельского? Они к нашим воротам мячу идут! Сейчас, подождите! Нет, нет, нет! Забили! Капец! Этот криворук опять не поймал! Вот почему? Кого на ворота ставит, да? Да капец! Меня бы поставили бы на ворот, я бы там все о чем поймал! За что-то, что им такие деньги платят вообще, а? Капец! Это же, ты знаешь, да, кривоногие, инвалиды! Личная команда нашего мэра Брикселя! Да, наверное, как наш мэр, все тоже подкупили там все инстанции, всех подкупили, и везде коррупция, и в итоге что, что? В итоге нету нормальных игроков, все чьи-то сынки, ё-моё! А он в Лего Сити, смотри, какая классная команда! Там почти все со сборной нашей, Лего Бобской! Да, 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 да! Вот они, настоящие мужики! А вот эти мужчины... Да, настоящие футболисты! Ну как они так играют? А чё матч прервался? А чё за фигня? А что это? Новости экстренные какие-то? Да, какие-то новости! Внимание, внимание! Экстренное вещание новостей! Чрезвычайная ситуация! Есть угроза ядерной бомбардировки! Всем срочно проследовать ближайшие бункеры! Повторяю! Всем срочно проследовать ближайшие бункеры! Это канал экстренного вещания! Ё-моё, ты это слышал! Капец! Ещё бы мне этого не слышать! Это ядерная тревога играет! Ты слышишь? Не зря говоришь! Это даже невоздушно! Да-да-да! Не зря на фронте уж давно! Обстановка была накалённая! Ё-моё! Видимо, всё к этому и шло! Прикинь! Реальная ядерная война начнётся! У нас срочно в бункер бежать! А может по нам это? Русские запустили ядерную бомбу! Какая разница? Или ядерную ракету! Да! Всё! Быстрее! Побежали! Я умирать не хочу! Я тоже! В машину быстрее! Футбольчик называется! Решили в воскресный денёчек посмотреть! Но с другой стороны хорошо, что решили посмотреть! Пошли бы сейчас ты пикничок и не узнали бы даже ничего! Ага! Так! Всё! Быстрее! Ядерная тревога! Ты понимаешь? И это не учение! Сирен народ по всему городу! Слава Богу! Мы живём недалеко от бункера здесь! От бомбоубежища вроде хорошего военного! Я там как-то на экскурсии был! Так там говорили, что даже если будет прямое попадание 50 ядерных бомб! Он всё равно этот бункер выдержит! Ты понимаешь? Ну это конечно брешут наверное! Но в любом случае главное чтобы тратят и защитил и всё! Ну не факт! Так что быстрее сваливаем! А вдруг это если какой-то розыгрыш! Хотя какой федеральный может быть розыгрыш! Ну или там не знаю! Какая-то ошибка произошла! Ну домой вернёмся! Заодно в бункере побываем! Ага! Так быстрее! Быстрее! О! Вон он! Я уже вижу! Называется перебдеть чем недобдеть! Угу! Так! Только я не помню там на машине! А! У них лифт по-моему есть! Так быстрее быстрее! Давай! Давай! Вниз смотри эта штука опущенная! Значит мы сможем заехать! О! Давай! Давай! Ах! Ща подожди! Нужно с разгона! Быстрее давай машинка! Ща ща ща! Пробую пробую! О! Ой! Что-то грохнуло вдали! Быстрее! Ах! Всё! Быстрее на лифт! О! Всё! Поднимается автоматически! То ли сенсоры! То ли нас военные заметили! О! Всё! Отлично! Эй! Военные! Открывайте нам быстрее двери! Ё-моё! Вот не люди а! Двери не открывают! Открывайте двери! О! Открыли! Открыли! Ща ща быстрее! Быстрее! Заезжай! Ща тогда смотри этот люк закрыт! Бомболюк! Ща они ещё бомболюк то откроют! Бомболюк откройте! Быстрее! Так! Всё! Вроде открыли! Давай залетаем! Фух! Ах! Всё! Выпрыгиваем быстрее из машины! Ах! Да! Теперь можно вздохнуть спокойно! О! Чистого бункерного воздуха! Ну надеюсь мы тут не долго! Я кажется слышу механизм! Смотри ворота закрываются! Ща походу ещё бомболюк закроется! Да! 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 Всё закрывается! О! Да! Что-то заработало! Фух! Да вроде всё! Машину чё давай немножечко здесь перепаркуем! Хотя! Какие ещё машины! Хотя вдруг это учения какие-нибудь! Ну да! Машина нам пригодится по-любому! Угу! А с другой стороны а если апокалипсис всё же и будет то знаешь что! Хе-хе! Тогда машина нам тем более пригодится на пустоши постапокалиптических! Угу! Это ты прав! Ты чё фильм что ли пересмотрел там безумного Макса да и так далее? Ё-моё ты слышишь снова тревога! Так уважаемые! Что вы там встали? Я наверное снова тревога! Вы след проходите вглубь бункера! Так пойдём! Тут слишком опасная зона! Пойдём пойдём пойдём! Быстрее быстрее! Давай 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 давай! Давай давай давай! О! Смотри нам уже ворота даже здесь открыли! Давай всё! О! Закрываем! Бегом! Смотри! Противогазы! Припасы! Консервы! Тушёночка! Дааааааа! Бензин! Вода! Ещё смотри какое то масло что ли! Так… Разрушаемость 3 из 10! Тут даже! Видишь разрушаемость помечена! А?! Давай открывайся не открывается! Так ладно пойдём дальше куда-нибудь! Давай 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 то! Сюда Сюда! Какой огромный бункер, ё-моё, смотри, где это мы? О, разрушаемость один из десяти, давай сюда, заходи. О, тут, мне кажется, будем в безопасности. Ой, сверху что-то грохотать начало. Да-да, какие-то взрывы, взрывы, взрывы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, тревога оказалась не ложной и произошла ядерная война. Всё живое на поверхности было уничтожено. Возможно, мы с вами единственные бобы, которые выжили во всём мире. Наша задача – переждать самые неблагоприятные условия после ядерной войны, а затем возродить бобовечество. Так что убедительная просьба – внимательно следовать всем своим обязанностям, которые мы вам выдадим в бункере. Это необходимо для того, чтобы мы выжили и возродили нашу расу. А-а-а! Неужели? Капец, братишка, ё-моё! Всё уничтожено! Смотри, с костюмом вы настоящие! Химзащиты! А-а-а! Скоро придётся их надеть. Видимо, да. Хотя вроде бункер целый. Вроде никаких прямых попаданий сюда не было. Да! Ого! Ждём тогда что, военных? Или кто есть в этом бункере? Ну да, чё поделать. Апокалипсис как-никак. Фух так. Ну вроде я еды приготовил. Я же теперь повар в нашем этом бункере. Я всё-таки был поваром до всей этой войны. О, сэр, командир, вы меня вызывали? Да, я вызывал тебя, боец. У меня есть ответственное задание для тебя и для твоего друга. Кстати, где он? А, да он там лампочку вкручивает в другую, он же электрик. У нас ещё что-то лампочка в столовой барахлит. Ох. Конечно, хорошо, что у вас есть такие интересные профессии с вашей гражданской жизнью. Однако в этом бункере вы единственные не военные. Да-да, как-то нам так повезло, что мы недалеко здесь жили, сразу в машину сели и поехали. Сразу, как только услышали про тревогу. Видимо, другие жители Брикселя такие, да, наверное, опять разыгрывают. В общем, не перебивай меня. Я, как глава этого бункера, оценил все риски, оценил максимальный вред в случае неудачи, в случае потери того или иного человека, поэтому и в итоге решил, что вы, ваша потеря будет не так страшна для нашего бункера. В общем, надо, чтобы кто-то вышел на поверхность и разведал, что там вообще происходит. И вы будете двумя первыми, кто это сделает. Естественно, мы дадим вам... Ну, сэр, это ведь вертельно, мы не хотим, мы ведь даже не военные, мы даже не подготовлены к этому. Ну, прошло уже много лет, поэтому, скорее всего, там уже можно жить. Однако мы точно в этом не уверены, и вы будете первыми. Лучше уж, знаешь, умрут пускай два гражданских, чем военные подготовленные солдаты. Не обессудь, боец, но... В общем, боец, такие времена добра мало, и из всех зол надо выбирать меньше. И самое меньшее, это в случае чего потерять вас. Так что давай, передавай своему другу, чтобы через час собрались у главного входа, и выходите на поверхность, и докладывайте, что там произошло, и что видите. Сэр, это слишком опасно, мы не можем. Тогда не будет повара в этом бункере. Повар здесь будет, не переживай. У нас есть бойцы, которые умеют нормально готовить, есть и электрики, лампочки, кто вкрутит. Ты думаешь, солдаты только стрелять умеют? Мы специальная группа, мы были подготовлены к тому, чтобы жить в этом бункере. Просто вы немного разгрузили нашу деятельность, а так, на самом деле, вы, в общем-то, практически бесполезны. Поэтому советую не привлекаться со мной и выполнять приказ. Если вы преуспеете в этом, то обещаю, я вас даже повыше, до более значимых должностей. Ну, а если нет, что ж, тогда подождем еще несколько лет, прежде чем снова попытаться выйти на поверхность. О, да, хорошо, сэр, сейчас даду своего друга и все ему сообщу. Хорошо. Вы же там хотя бы костюмы-то выдадите? Конечно, все вам выдадим, даже оружие выдадим. А что там вообще может быть на поверхности? Мы ведь за все эти годы даже ни разу не выходили, а все камеры были уничтожены. Я без понятия. Датчики, которые были на поверхности, практически все были уничтожены взрывными волнами. К сожалению, те, кто проектировал этот бункер, не очень их рассчитали. Однако датчик радиации сигнализирует о том, что фонд значительно спал, поэтому уже можно производить первую разведку. Хорошо, сэр, мы поняли. Пойду искать своего друга. Давай. Ох ты ж, ё-моё. О, вот это угораздило. Почему именно в этот бункер мы приехали? Надо было какой-нибудь гражданский. Хотя вдруг в других бункерах даже никто там и не выжил. Так, ладно. О, братишка. Ё-моё. Я командир не думал, вроде нас вызывал, да-да-да, а что такое? Да я прямо от него, короче. Сказали то, что мы с тобой два бесполезных, потому что этот же бункер военных. А мы с тобой гражданские. Ну и что? И мы с тобой поэтому идем на разведку. Мол, командир не хочет терять людей. На поверхность? Да. О-о-о. Датчики вроде показывают то, что там уже норма. Сказали нам костюмы выдадут. И всё. Газуйте на поверхность, расследуйте там, исследуйте. Мы же умрем там. Да, я не хочу убирать. Ну, не факт. Вроде как фон уже в десятки раз уменьшился радиационный. Это они наверняка тебе сказали, чтобы ты не волновался. Капец. Я это, слушай, читал. Я помню книжки, фильмы смотрел. Ещё до ядерной войны. И там говорили то, что после ядерной войны может быть ядерная зима. Либо мутанты. О-о-о. Всякие там, знаешь, летающие ужасные монстры. Мутирующие собаки и крысы. Ну, надеюсь, ничего кроме ядерного снега мы там не увидим. Ядерный снег это тоже не особо хорошо. Там температура минус 30, минус 40 градусов. Все эти годы, возможно, там даже солнца не было. Я предполагаю, возможно, там всё накрыло. Из-за взрыва и солнце даже до поверхности не доходит. Ой, всё, уже замёрзло давно. Ладно, пойдём готовиться. Командир очень серьёзно достроен. Мне кажется, если мы не выполним это, у нас просто... Либо просто вытолкает до поверхности, либо убьёт вообще, расстреляет. За неповиновение. Ладно, давай. Это да, командир у нас всегда твёрд на руку. Так, переодеваемся в костюмы. О, всё, переоделся. О, тоже переоделся. Ну чё, пойдём теперь. А, сказали ещё оружие выдадут. О, хоть что-то. Если будет пунктардное, хотя бы нас не зажгут просто так. Ага, хе-хе-хе. Пойдём-ка. Как, мы уже давно не были до поверхности, целых несколько лет. Я уже даже с насчёт успелся сколько? Три года прошло, четыре? А может и пять лет. Кто знает. Ё-моё, смотри, всё так же, как и стояло. Ё-моё, смотри, реально настоящее оружие. Я его даже никогда в руках не держал. Так, смотри, кажется, крыша немного протекает. Прыгай быстрее в машину. Давай, 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 давай. Вдруг она радиоактивная вода. Кажется, там нет ядерной никакой зимы. Там, наоборот, дождь идёт. Ну не сказал бы. Ты представь, это вся вода радиоактивная, весь этот дождь. Так. Опа. Ща, подожди-ка. Ворота с нами закрыли. Вижу, вижу, о, всё. Так, интересно, лифт сработает? Всё, пути назад нету. Ага. Приём, приём, приём. Приём. Приём, лифт активирован. Мы на поверхности, здесь идёт дождь. Нету никакой ядерной зимы. Приём. Что там дальше делать? Приём, вас слышим, вас слышим. Возвращаться в бункер? Нет, езжайте в город, узнаете как можно больше. Ё-моё, ладно, ладно, едем. О, братишка. Хорошо то, что мы нашу машину припарковали тогда, много лет назад. И не разбили. Да, да, да. Так, ладно, в город, теперь едем. Я же говорил, после апокалипсиса пригодится. Слушай, а в аэропорту вроде всё плюс-минус нормально, он небольшие только воронки и всё. Ну, кстати, да. Наверное, сюда особо и не били. А прикинь, на самом деле пранканули, сказали, что вот ядерная война, на самом деле не было никакой ядерной войны, такой социальный эксперимент. Ага, смотри, ё-моё, ё-моё. Города вообще нет. Где город? Город весь растворился, жесть. Капец. Это невозможно. Ты видишь, вообще, ничего нету. Просто пусто, даже небоскрёбы постасили, вон Бриксель только табличка осталась. Ага. Жесть. Смотри, это ж этот поезд, помнишь, который был ещё запущен с искусственным интеллектом? Да, да, да. Что-то до войны. Он всё так же, что ли, по рельсам ходит? А, ну, видимо, какая-то электростанция осталась работать. Это, подожди, наш дом, что ли? Наш дом, ух ты. Офигеть. Что с нашим домом стало? Хотя, надо порадоваться, что от него, в принципе, что-то осталось. А, давай посмотрим. Так. Так, двери открываются вообще. Я готов с вами стреляться. Двери-то не открываются, всё. Заклинило что-то дверь. Там, кажется, сбоку стенку выломало. Давай глянем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот, да-да-да, заходим вовнутрь. О, капец, конечно. О, двери здесь открываются. Смотри-ка, это радиоактивная плесень везде. Ой-ой-ой, вот эта гадость. Угу. Капец. Наш дом, капец, смотри, вообще ничего практически не осталось. Разрушен практически полностью. Ну что, короче, поехали. Хотя, подожди. У нас, кажется, во втором этаже, точно. Мы не успели туда забрать, кое-что лежало. Сейчас, короче, братишка, подожди. О, хорошо, давай-давай-давай. Подожду, подожду тебя, не вопрос. Ё-моё. О, ступеньки вроде целые. Так-так-так-так-так. Интересно. О, да вот эта флешка. До сих пор лежит. А, а, что это? Братишка. Братишка, что случилось? О, вкусный человечек. Что произошло? Ом-ням-ням-ням-ням. Ммм, как же вкусно. Так, надо срочно спускаться. Братишка, братишка. Ням-ням-ням. Что там? Что-то происходит. Как же вкусно. Это ещё кто? Братишка, ты где? На, получай. На-на-на-на. Еще вкусняшку. Быстрее в машину. Поехали. Братишку, походу, убили. Давай-давай, в бункер. Быстрее обратно. Убить вкусняшку. Приём-приём. Приём, командир. Приём-приём. Разрушить дом, убить вкусняшку. Командир, приём. Чёрт, походу, на цели работают. Приём, приём. Тут какой-то монстр на поверхности. Огромный, синий какой-то. Десятиметровый. Мутант какой-то. Сколько метров? Метров десять. Срочно езжайте в бункер. Желательно выжить. Еду-еду, приём. Он, кажется, меня преследует. Нет. Мой братишка, Боб, погиб. Этот монстр, он, походу, сожрал. Проклятие. Ладно. Он очень быстрый. Постарайся выжить хоть ты. Еду-еду. А-а-а, капец, он быстрый. А-а-а, еда. Еда, как же я голоди. Давай, давай, машинка. А-а-а, почему мне даёт есть мутантов? А-а-а, капец, он повестреляет. Так, давай, в поворот, в поворот. Чем, чем стреляет? Рассказывайте всё, что происходит. Он какой-то жижи плюётся. Она ещё взрывается. Е-о-моё. Срочно опускайте лифт. Ясно, значит, появились радиоактивные формы жизни. Он уже здесь. А-а-а, еду-еду в сторону бункера. Он меня атакует. Опущен. Еду, вижу, 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 вижу. Так, торможу. А-а-а, тихо, тихо. Давай-ка, опа. А-а, срочно поднимайте лифт. А-а, кажется, по мне попало. Глушил. Давай, 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 давай. Выше, выше. Он стреляет. А-а-а. Оглушил, кажется. Быстрее, быстрее в бункер. Так, хорошо, хорошо. Выбежите его на панке. Кажется, ворота заклинили, не открываются. Он стреляет, стреляет по мне. Так, 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 так. А-а, перезарядка. На-на-на-на-на-на-черт, перезарядка, перезарядка. Ворота открыта, ворота открыта, срочно бегите внутрь. Да, уже забежал. На-на-на-на, получай, 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 получай. Моя машина. А-а-а. Так, откройте. На машину, срочно бункер. Откройте быстрее бункер. Здесь люк заклинило, не открывается. На, получай, получай, получай. На, огонь, огонь, огонь. А-а-а. А-а. Ё-моё, быстрее закрывайте бункер. Так. А-а. Фух, вроде всё. Капец. Это просто было невозможно. Ну, короче, да, ребятки, всем огромнейший приветик. Ну, а с вами снова я, Слэйк Маст, и, конечно же, Дарк. Ну, и сегодня мы, ребята, будем проверять на прочность разные бункеры, если их при этом будет атаковать Хаги-Ваги. Вот такой вот огромный монстр сидего цвета в игрушке под названием Лего Брик Рикс. Доброго времени суток, друзья. Очень, да, ребят, давайте представим то, что начался какой-то апокалипсис или ещё что-нибудь. Да, какой-то, например, ядерный апокалипсис, и людишки спрятались по бункерам, по каким-то бомбоубежищам, бункерам и подобным разным строениям. И появились вот такие вот то ли какие-то мутанты, то ли какие-то монстры из другого измерения, которые, конечно же, хотят поохотиться на людей. Но люди-то теперь в защищённых, очень-очень прочных, железных и бетонных бункерах попрятались. Поэтому теперь, ребят, чтобы Хаги-Ваги добраться до человечков, нужно сначала разрушить их бункер. И вот сегодня давайте мы, ребят, проверим, насколько крепкие бункеры построили Лего Бобы. У нас сегодня, ребят, будет несколько бункеров, от меньшего к большему. Но сначала, конечно же, давайте мы, ребят, испытаем этот бункер на прочность, в котором мы сегодня выживали во время ядерного апокалипсиса. Кстати, бункер реально, ребят, вроде прочный. Он довольно-таки может хорошо выдержать даже прямое попадание ядерной боеголовки, да? Прямую ядерную бомбардировку. Потому что, ребят, видите, он как бы под землёй находится. Часть находится сверху, но большая часть этого бункера находится под землёй. Причём есть реально мощные защищённые части этого бункера, которые даже прямые ядерные бомбардировки не могут повредить. Вот давайте, ребят, посмотрим, насколько хорошо Хаги-Ваги сможет разрушить разные бункеры. Ну а с вас, конечно же, много-много лайков. Подписывайтесь, друзья, на мой канал, если вы ещё не подписаны. А мы, ребята, начинаем. Ну и, ребят, смотрите, разрушаемость 0 из 10 священное место никогда не пробивалось. Это самое, вроде, крепкое место в бункере. По крайней мере, тогда писал строитель этого бункера. Так, давайте, ребят, проверим, сможешь ли его сломать Хаги-Ваги. Давай, Хаги-Ваги. У-ху-ху-ху-ху-ху, Хаги-Ваги готов. Твоя задача сломать бункер и убить меня. О, ребята, лагает. Дарк, мне кажется, пробивай землю сбоку. Хе-хе. А, хорошо, в принципе, не плохая день. Ты куда сверху стреляешь? Зачем? Да, сейчас землю сбоку будем ломать. Мне кажется, ребят, Хаги-Ваги вряд ли сломает этот бункер. Он слишком, да, прочный? Да. Зажимай, 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 давай, давай, давай. Так я зажимаю. Не, ребят, вообще, видите, нуль урона. Абсолютно. Наш Боб даже... Даже ничего не почувствовал. Он даже, наверное, если бы спал бы, даже ничего не заметил бы. Капец, ну всё, ребят. Вообще бункеру пофиг. Слушай, ну, мне кажется, это как-то тоже, как-то нечестно, да, испытывать такой бункер с помощью какого-то там Хаги-Ваги. Хоть, ребят, Хаги-Ваги и сильный, но это монстр. Он не может разрушать целый огромный бункер или там небоскрёбы какие-то. Хотя, кстати, небоскрёбы он у нас разрушал. Смотри, какая пырка открывается. Дарк, это только внешний слой земли. Там внутри какие-то супербетонные, железные какие-то, или вообще титановые стены. Ладно, ребят, Хаги-Ваги не справляется с этим. Видите, вообще нуль урона. Хаги-Ваги, ребят, давайте будет разрушать более мелкие бункеры. А сейчас давайте мы протестируем этот бункер с помощью ядерной бомбардировки. Что, кстати, мы ещё не делали. Тем более, видите, ребят, немножечко Хаги-Ваги повредил всё-таки этот бункер. Вот, ребят, возможно, это как-то... Воу, лифт, смотрите, отвалился. Возможно, теперь, ребят, как-то это поможет ядерной бомбардировке разрушить наш бункер. Так, Дарк, ты спрятался в самой защищённой комнате? Да, я в священном месте. Вот, ребят, видите, всё. Ты без гудмода? Конечно, всё честно. Всё, ребят, смотрите. Дарк внутри, бункер немного повреждён. Ядерная тревога. Друзья, заиграла. И... Три, два, один. Началось. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Как же, друзья, лагает. Жесть. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ты-то живой? Не крашила тебя? Меня всё пробило бункер, меня убило. Серьёзно? Да. Ребята, от бункера вообще, смотрите, да, ничего не осталось. Чё-то какое-то, ребят, не священное место. Кстати, Дарк, если ты был бы возле тушёнки и консерв, ты бы, возможно, выжил. Да-да-да. Или, смотри, казармы, казармы. И душевая, кажется. Ребят, душевая, смотрите, полностью уцелела. Да, обалдеть. Лучше бы ты, Дарк, там мыло ронял бы, да? Хе-хе-хе-хе. Зато выжил бы. Короче, да, ребят. К сожалению, этот бункер не выдержал ядерной бомбардировки и разрушился просто в хлам. Ну, а теперь давайте мы испытывать будем наши бункеры с помощью Хаги-Ваги. Всё-таки сегодня, ребят, серия, где Хаги-Ваги атакуют бункер. Ну и, ребята, следующий такой вот прикольный какой-то военный бункер. Что ли, из какого-то фэллаута. Смотрите, реально прям все вот эти двери открываются. Так, их тут достаточно много. Поэтому давайте, ребята, это пропустим. А то каждую дверь, видите, это время. Нужно, чтобы открыть. Мы-то здесь собрались для того, чтобы двери открывать. Короче, тут, ребят, есть разные комнатки. Видите, да? Ну и я думаю, в этой давайте мы будем комнате. Это вроде самая последняя, ну и вроде как самая защищённая. Ещё есть у бункера также второй этаж, но лучше находиться на первом. Он, получается, под вторым и лучше защищён. Давайте, ребята, у Дарка будет целая минута, чтобы сломать бункер. Ты готов? Да. Раз, два, три. Всё, ребята. На секундомере у нас целая минута есть. Давай, Дарк, стреляй, точнее, Хагиваги. Давайте, ребят, посмотрим, сможет ли наш Хагиваги разрушить этот бункер за одну минуту и меня убить. Я, если что, ребят, внутри... Ты, кстати, меня уже ранил. Ааа. Да. Я ещё жив. Я ещё жив. Ааа, друзья, чё происходит? Тихо, тихо, тихо. Так, нужно срочно передвигаться, ребят, в другой отдел. Ааа, яй-яй, капец. Слишком жёстко. Но, с другой стороны, ты особо-то бункер не разрушил. Смотри, кстати. Нет, кстати, чё-то разрушил, смотри. Какие-то, ребят, есть всё-таки отверстия. Есть некоторые пробития. Выбивай, мне кажется, двери. Выбивай двери, выбивай двери. Давай, 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 давай. Огонь, огонь, огонь. Двери выбивать. А всё, ребят, минута прошла. Всё, 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 Дарк. Всё, всё, всё. Всё, ребят, минутка у нас прошла. Давайте посмотрим. Нашего солдата, выживальщика или кто там был внутри. Довольно-таки серьёзно ранили. Но у нас, ребят, есть тут и аптечка. Можно вылечиться. Ты, короче, срёс первую дверь полностью. Прямо пробоина образовала. И, кстати, во второй тоже. И в треть... Нет, третью, кстати, это я уже, по-моему, открыл. Да, ребят, я пытался открыть. Ну, короче, ребята, Дарк, в принципе, повредил этот бункер. Но до конца его не разрушил. Но в этом бункере, наверное, бы там все уже погибли. Либо из-за радиации. Если даже не было бы радиации, Хаги-Ваги их просто-напросто, да, ребят, убил бы. То есть бункер внешне плюс-минус целый. Но внутри там уже было всё очень-очень плохо. У нас есть, ребят, ещё один бункер. Давайте мы его, ребята, тоже испытаем. На это даже нет смысла скинуть ядерные боеголовки. Потому что его, ребят, разнесёт просто в хлам. Ну и, ребята, следующий бункер. И это последний до сегодня бункер. Вот такой мощный, друзья, какой-то бункер. Целое какое-то бомбоубежище. Сюда даже, кстати, могут заехать целые машины. Там внутри парковочная зона есть. И, кстати, смотрите, тут, ребята, двойные гермоворота. Раз ворота и два ворота. И они, кстати, очень-очень толстые. Скажи три, скажи три. Раз, два, три. Ё-моё, как лагает. Да, это жёстко. Четыре тысячи деталей, по-моему, чё ты хотел? Дарк, ты вообще не там пробиваешь. Там непробиваемая стенка, я тебе так скажу. У тебя, кстати, сейчас, ребят, засекаем быстренько минуту. Раз, два, три. У тебя ровно минута, Дарк, разрушишься от бункера. Говорю, не с той стороны достреляешь. Со стороны ворот, говорю, стреляй. Там хотя бы есть шанс пробить. Ну, ты, кажется, недооцениваешь Хагивайи. Ну, давай. Ребята, двойные гермоворота. Двойные, понимаете? О, кстати, кажется, ты первый уже разрушил. Да, кстати. Нет, 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 нет. Только первый слой немножечко повредил. Там, ребят, всё держится. Второй слой вообще. Видите, ребят, полностью идеально всё выдерживает. Лаги просто, друзья, нереальные. Так, давай, давай, Дарк. У тебя ещё 30 секунд примерно. Ты не по ёлкам стреляй, а по воротам стреляй. А то по ёлкам по этим стреляешь, а толку-то от этого. Давай, 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 давай. Ребят, я, кстати, Хагивайги реально не может разрушить бункер, походу. Этот, по крайней мере, точно не может. Он хотя бы предыдущий. Внутри, ребят, был полностью уничтожен. Этот, кстати, выдерживает. Давай, Дарк, у тебя 15 секунд остаётся. Быстрее, быстрее. Стреляй, стреляй, стреляй. Не, ворота вообще не пробиваются. Так, ребята, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. О, отбил какой-то кусок. Два, один. Всё, друзья, стоп. Всё, 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 стоп, стоп, стоп. Ладно, ладно. Ребят, во-первых, Боб у нас реально выжил. 100% ХП. Ты смотри, Дарк, ты внутри стеллажи. С водой, с едой, с медикаментами разрушил. Ну, кстати, собственно, сама там тушёнка, бутылки, консервы, медикаменты остались целые. Но при этом ты повредил. Ты даже первые гербоворота не разрушил. Они, ребят, смотрите, не были повреждены. Сюда никаким образом не прошла радиация. И сюда бы какие-то мутанты не забежали и так далее. Видите, они, ребят, внешне разрушены, поцарапаны. Но главное, вот, здесь всё целое осталось. И тем более ещё есть, ребят, вторые гермоворота, которые вообще даже и близко не были, даже не были, ребят, поцарапаны. Внутри немножечко стеллажи были разрушены. Ну, а так, в принципе, вообще, ребят, особо никаких повреждений. Там двери немного повышевало и всё. Капец, кстати. Реально, друзья, мощный, очень-очень мощный бункер. Смотрите, всё, ребята, все ворота закрылись. Ядерная тревога. Три, два, один. Дарк, ну чё, ты готов? Ой-ёй-ёй. Умирать? Ох. Кстати, смотри, повезло. Взрыв, ребят, произошёл где-то сверху. Кажется, бункер выдержал, да? О, да, я живой. И даже ворота, смотрите, ребят, целые. Мне, кстати, смотрите, одни ворота повредила. Но это была только первая ядерная боеголовка. Я сижу, пока спокойно тушёнку тут кушаю. Первая, говорю, была ядерная боеголовка. А вот теперь, друзья, самая мощная вторая. О-о-о-о. Ещё взрывается, взрывается. Капец, там, ребят, всё повзрывалось. Тушёнка попадала с полок, ты чё наделал? Да ладно, ребят, первые даже гермовороты, они были пробиты. Вторые, кстати, были разрушены. Повреждены. Нет, щель. Нет, это, ребят, не щель. Это не щель, всё хорошо. И да, Дарк выжил бы, реально, ребят, Дарк выжил бы. Всё, финальная, финальная, ребят. Финальная боеголовка, финальная бомбардировка. Вот, всё. Третья. О-о-о-о, капец. Ты жив? Да. Кушаю тушёнку спокойно. Ням-ням-ням-ням-ням. Ммм, какая вкусная тушёночка. Капец, ребят, вы понимаете, реально бункер выдержал. Реально мощный, офигенный бункер. Я не знаю, из каких он материалов из таких сделан. Он реально выдержал. Даже первые ворота не пробило. И здесь всё хорошо, да, смотрите, ребят. Чувак, который здесь бы сидел за компьютерами, полностью бы остался цел и жив. Да, немножко, конечно, что-то тут попробивало. Некоторые разрушения, конечно же, есть. Но даже Дарк, ребят, выжил внутри. Капец. Вообще, да, друзья, вот такая у нас сегодня прикольная серия получилась. Сегодня мы, ребята, разрушали бункеры с помощью Хаги-Ваги, с помощью ядерных бомбардировок. Сегодня мы, ребята, пытались выжить в бункере от Хаги-Ваги. И, конечно же, от ядерного апокалипсиса, от ядерной войны, от ядерных бомбардировок. Ну, а с вами были я, Слайкмаст, и, конечно же, Дарк. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Всем, друзья, пока-пока. Всего хорошего, народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова